о том, что избирательная комиссия сотрудничала с одним из кандидатов. Но такие подозрения у меня, безусловно, есть. Потому что я не понимаю, почему не был я опрошен избирательной комиссией по этому заявлению. По этому заявлению я должен был быть опрошен. И факты, которые у нас имеются в КПРФ, свидетельские показания, в том числе записанные на видео, где депутаты разного уровня свидетельствуют о давлении на них со стороны губернатора Орлова и ее представителей. То есть одного из кандидатов, использующих служебное положение в политических и личных целях. Эти факты я готов был предоставить избирательную комиссию. Но в ответ на мое заявление был опрошен только безымянный финансовый уполномоченный того кандидата, который по моим представлениям и по нормам законов Российской Федерации нарушает законы. Поэтому я совершенно ясно говорю, что ваши подсчеты это ваше дело. Но при всем при этом, я хочу еще раз, и я прошу это приобщить, мое заявление, если это возможно, в ходе избирательной кампании оказывалось всяческое противодействие с использованием служебного положения, оказанием давления на представителей законодательной власти разного уровня со стороны представителей кандидата Орловой, являющейся действующим губернатором Владимирской области. Безусловно, я направлю заявление в Центральный избирком на имя Эллы Александровны Памфилов, где я поставлю в известность обо всех случаях, которые находятся в распоряжении нашей партии. Безусловно, я проинформирую о позиции избиркома и о том, что был опрошен безымянный представитель, о чем я был извещен. Безусловно, я буду обращаться в суды разных инстанций и оспаривать это решение. С особым возмущением я хотел бы обратить внимание на сегодняшнее решение избиркома по поводу игнорирования ясных сведений о членстве одного из депутатов Алтухова, с которым не засчитали двойные подписи в партии, не заявленные в числе партии, выдавающих кандидатов на пост губернатора. Я считаю, что это юридически сомнительное решение, честно вам скажу, поскольку таким образом и личность одного из членов комиссии с правом решающего голоса, господин Вязгина, и, собственно говоря, письмо, которое заверено и подано копией от партии Партии Возрождения России в избирком, ставится под сомнение. Я боюсь, что это может стать основанием для мягкого...